Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши радиослушатели, для которых мы так стараемся выпускать интересные передачи в эфир. Сегодня у нас очередная интересная передача с преподобным отцом Михаилом, который любезно, как, впрочем, каждый понедельник и вторник, пришел к нам в прямой эфир, в нашу студию, и будет сегодня нам объяснять или, скажем, проповедовать очень интересные вещи. Ну, я немножко попытаюсь эти моменты оспорить. Итак, с вами Владимир Гершанов и передача Терра Инкогнито, и еще раз преподобный Михаил. Здравствуйте! Здравствуйте, Володя! А почему у меня сегодня только преподобным назвали? Ну, и святой, конечно же, святой тоже. Вот, пропустили одно словечко. Понимаете, у вас нимб сзади так чуть-чуть, если вы его так поправите, то... Так, а я что, и правда на святого, что ли, похожа? Ну, понимаете, конечно, оно таки, да, нет праведника ни одного, ибо все согрешили делами, но верою спасемся, но вера без дела мертва. Но ваши дела и ваша вера, они идут впереди вас, поэтому, собственно говоря, почему бы и нет? Ну, ежели вы меня считаете святым, ну, а как вы считаете, святее Папы Римского или нет? Вот, например, или Дылай-Ламы, вот возьмем этих два человека, кто святее, они или я? Мне просто даже уже интересно, потому что, знаете, приходится чуть-чуть поюродствовать, уже завидуют, завидуют моим эпитетом, которые вы мне прилипели. Ну, это не я, дело в том, что, как бы, Сан обязывает вас быть святым. Ну, а если честно, если честно, скажем так, вот вы задали вопрос конкретно, кто более свят, Папа Римский или же не Папа Римский, а, например, Алексий Второй, да, или, например, ну, любой другой... Да, да, ну, святость, я вам скажу так, от пиара зависит, от раскрутки, сколько денег вложено в пиар, настолько человек... А ежели без пиара, вот так вот человека встретил, и почему-то хочется сказать, здравствуйте, батюшка, а другого человека встретил, благословите, святой отец, а почему вот так, одного называть святым, одного батюшка, одного поп? Оп, понимаете, в духе все, все в духе, понимаете, то есть, ибо написано, и пребывал на них дух святой, понимаете, то есть, если человек помазан духом святым, да, если есть помазание, это видно. Ну, что-то от фейсика исходит, от фейсика нечто эдакое истекает. Вот я смотрел на папу Франциска, и так вот, вы знаете, смотрю и думаю, что же сказать, ну, что сказать, вот так, знаете, он ездит, там, разговаривает, а так, чтобы его назвать святым, но вот как-то язык не поворачивается, вот не знаю. Ну, понимаете, бывает. А вот на Делай-Ламу смотрю, и что-то мне как-то весело, знаете, такой какой-то персонаж такой из мультипликата, вот не знаю, почему. Вы знаете, я бы хотел встретиться в своей жизни хоть когда-нибудь один раз с папой, с любым, будь это Джеймс, или с тем, или с другим, вот посмотреть на их реакцию, а что они скажут, когда они меня увидят? А что я почувствую, когда я подойду к ним? А Делай-Ламу я мечтаю покрестить. И вы знаете, что я еще мечтаю, Вова, у меня... Это что, смешно? Михаил, вы извращенец. Как же можно покрестить Делай-Ламу? Он же другими знаками делает знамения. Так вы понимаете, я же помочь ему хочу, я вам объясняю. Смотрите, я беру Делай-Ламочку, встречаю, ну, в Чикаго там, или в Киеве, ну, где-нибудь встретимся, отвожу его в сторонку, говорю, Послушайте, дорогой, любезнейший мой друг, я понимаю, что во всем мире, там, все эти миллиарды ваших поклонников, они считают реинкарнацией, вы там где-то другое воплощение, а он уже заявил, что он уже даже мечтает не сильно перевоплощаться, он хочет остановить свои рождения и вообще больше не появляться, особенно в Китае, в следующем рождении. Он выбирает страну более-менее благополучную. Россию. Так я ему хочу предложить, вот, я ему покрещу, он побудет в Царство Небесное, к Иисусу Христу и перестанет воплощаться, ему легче станет, я прекращаю его рождение. Такая, такая добрая христианская. Мы ему делаем полную духовную амнистию, а, как известно, крещение, это амнистия полный. Я бы даже сказал, какое-то обрезание духовное, собственно говоря, в плане рождения, да? Да, точно, вот вы, Вова, заметили, в какую же страну ему выбрать? В Россию. В следующем воплощении. А если в Украину попадет? Нет, лучше в Россию. А в Белоруссию к батюшке? А к батюшке попадет, что будем делать? Ну, понимаете, еще лет 120, как я понимаю, он будет на троне, поэтому там все будет нормально. Как он что, еще лет 120 проживет? Ну, понимаете, медицина идет вперед, а народ, он же любит. Ну, ему уже надоело, по-моему. Он, бедняжка, все время говорит, что он готовится к переходу. Я вам, понимаете, я вам анекдот короткий расскажу. Вот приехал Александр Горович в деревню, а бабушка подходит к нему и говорит, сынок, до Коли ж ты будешь еще президентом? Он говорит, да возь, до Коли и буду. Вот, понимаете? Батька сильный! До Коли и буду. А батька тоже воплощение какое-то предыдущее, какого-то серьезного там, я думаю, вождя, правда? Как вы думаете? Мне кажется, что он воплощение батьки Махна. Нет, ну, батька Махно, он другой, понимаете? Нет, 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 батька Махно, он, он анархист, батька Махно, нет, нет, нет. Ну, батька Махно решил, что анархизм ему ничего не принес. Его собственную жену с ребенком, его же, так сказать, однодумцы убили. У него что, вы смотрели фильм «Девять жизней батьки Махно»? Я книжку читал. Да. Я вообще книжки не очень люблю много читать. Я вообще мало читаю, Володя. Люди же делятся на две категории. Одни пишут, другие читают. Третьи не пишут и не читают, а четвертые вот только вот любят YouTube посмотреть и поговорить потом на радио. Итак, Михаил, мы немножко отошли от темы. Батька Махно, это все хорошо вместе с Рыгоровичем, но у нас вообще другая тема. И как же звучит наша тема? Тема сегодня звучит очень странным образом. Религия, вера, теократия. И какая между ними разница? И какой общий знаменатель? А что же общего? И что вообще такое вера? И что такое религия? И как они вообще разнятся? И вообще, что лучше? Ну, вера – это вообще женское имя, как я понимаю. А еще очень хорошая пара имен, Любовь. Да, есть еще и Надя и Любовь, да-да. Ну, дело не в этом. Да. Дело в том… Ну, а девушкам потом. А девушка потом… Кстати, религия и сексуальность у нас тоже есть такая подтемка. Ну, да. Подтемочка. Естественно. Ну, куда же без сексуальности-то? Ну, понятно. Тем паче, что все папы, они и все религиозные деятели, они, знаете, хотя живут в воздержании, но почему-то секс их всех волнует. И они страшные специалисты в этом вопросе. Вот как-то очень интересно получается. Ого. Ну, поговорим, поговорим. Но сейчас у нас другая тема. Да. Итак. Итак, что же такое теократия? Теократия, очень коротко, это богоправление. Теократос. Значит, управляет бог. Но это не клерикализм и не иерократия, управление духовенством. Оставим все внешнее. Оставим все эти социальные привязки к этому слову, к этому термину. Меня сегодня… Да, девственная теократия была где? Правильно, Володя. В вашем любимом Израиле. Ну, куда Рим? Ну, Володя, Карим – это потом. Ну, а как же? Ну, да. Ну, там были все императоры обожественные и так далее. Да, 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 да. Нет, так это же неинтересно. А еще вот в Египет можно было бы заглянуть. Володя, это же детские игры взрослых людей. Когда берут, Бога натягивают на человеческую голову и говорят, что он богатый… Берут, берут. Да, берут, берут, и у них получается, так сказать, вот такой вот каламбурчик. Нет, мы сейчас говорим о теократии нечто такое более глубокое. Вы же знаете, Вова, меня всегда больше интересует внутренняя жизнь человека. Ну, да. Я решил рассмотреть этот термин именно с этой стороны. Умное делание, внутренняя жизнь, внутренняя теократия. Как Бог управляет мною изнутри. Это интересно, Вова? Да, это очень интересно. Видите, Володенька, вы даже не можете мне возразить. А пока незачем еще. Понятно. Я вас потом где-нибудь придавлю в угле в каком-нибудь. Я понял. Я слушаю вас. Значит, Израиль является примером девственной, самой юной теократии. Когда Бог говорил, человек выходил и говорил, так говорит Господь. Ну, что еще, Боже мой? Он мне сказал, я вам передал. Вы что, ребята, хотите слушать и хотите нет? Появился институт пророков, институт судей, институт священников. И заметьте, судьи и священники на третьем и на втором месте, а на первом пророке. А почему он и называется пророк? Он прорекает что? Правильно, Володенька, волею Божию. Аминь. Услышал, подумал, переварил, трансформировал, передал. Только нужно быть уверенным, что ты это делаешь правильно. И надо быть уверенным, что это действительно глаз Господень. И уже пророчество. А не шизофреника. Да, не шизофреника и не подтасовочка. Тоже такой момент. И не конъюнктурчик. А то есть выступает так. Вот звезды говорят, там Янукович будет еще 2-3 срока. Бах, Януковича на следующий день сняли. Знаете, это так, подтасовочка. Подыграли под что-то. Заказные пророки, понимаете? Оставляем в стороне. Жоу-бизнес называется. Да, неинтересно, неинтересно. И, значит, переходя к вопросу теократии, опять-таки возникает вопрос. Так религия, она что? Теократию узаконила. Она ее каким-то образом сделала такой прозрачной. Религия – это что? Наука о том, как Бог с нами общается. Религия – это наука о том, как нам стать ближе к Богу. Володя, у меня вопрос, что такое религия? Религия – это не наука, во-первых. Нет, как, минуточку. Не согласен. Объясните, милейший, объясните, почему религия не наука. Объясните. Ну, потому что там нет точных формул, нет точных аксиом, нет постулатов. То есть, то, что есть в религии, это, в принципе, народное творчество, в основном-то, да? Это, ну, как бы, литература. Вы знаете, я вчера поднял термин «религия». Что это такое? Религия – это учение, учение о поклонении богам. Ну, вот видите. Володя, так это же учение, получается. Понимаете, ну, это немножко не вера, понимаете, совсем не вера. Совсем не вера. То есть, религия – это религия, но не наука. Понимаете, учение, но не наука. О, так вот, все-таки такой вопрос. А могли ли люди человечества миновать эту стадию? Могли ли они ее миновать? Вот, возможно. Вы знаете, я вчера, как всегда, моя любимая книга «Афоризмы». Поднимаю отдел «Религия», Володя. 85% высказывания негативных о религии. Это же кошмар. Причем, книга напечатана не во времена коммунистической власти, не во времена атеизма. Мало того, я недавно разговаривал с людьми, которые были религиоведы, профессора. И вы знаете, о, сюрприз, Валдемар. Они были атеисты. Они преподавали религию, очень хорошо ее знали. И многие-многие люди – религиоведы. Карл Марс в юности был верующий человек. Потом он сказал, что это опиум для народа. Владимир Ильич Ленин с детства ходил в церковь. Потом взорвал крест и сказал, что это духовная севуха. Энгельс подыграл. Но это крайний взгляд. Потом появляется Теяр де Шарден. Он говорит, ну как же, как же. Религия и наука – это две сестры. Потом появляются неверующие атеисты-ученые. А потом появляются верующие ученые. Верующие атеисты-ученые. Ну, верующие ученые. Я говорю, верующие атеисты-ученые. Просто смотря кто во что верит. Нет, Володенька, им на верующие в Бога и ученые. Я понял, я понял. И появляется феномен господина Эйнштейна, который говорил о высшем разуме. Если человек уже признал высший разум, так у меня вопрос, Володя, что такое религия? Вы мне не ответили, Володя. Ну, хорошо, я вам отвечу на этот непростой вопрос. Религия – это свод законов и правил о том, как, по мнению одних людей, надо поклоняться Богу. Но к вере это не имеет никакого отношения. То есть религия – это религия. Религия – это бизнес, это свечные заводики, это индульгенции, это крестовые походы, это еще много чего. Это всевозможные санды в Украине. Веселые такие церкви разные. Вот, Володя, вот, Володя, вот вы знаете, вот вы меня наталкиваете на одну мысль. Вы знаете, вот, вот даю вам слово, готовлюсь неделю к этой беседе, прочитал про религию, знаю, что сказать. И тут Владимир мне дает пищу для размышления вслух. Ну, Господь через Владимира. Спасибо, Володенька. Аминь. Чтобы вы жили 120 лет и еще 15. С удовольствием. Значит, всего 135. Смотрите, Володя. Главное, чтобы счастлив. Да. Вот. Значит, давайте будем последовательными. Религия – это некое, скажем, учение, не наука. Да. Это некое учение, исходящее из опыта народов. Хорошо я сказал? Да. Ну, видите, Володя, это некое учение, исходящее из практической жизни народов. Когда они начали замечать, что ежели они совершат какой-то обрядик, какое-то жертвоприношение, или они нечто такое сделают, и что-то происходит лучше. Уходит какая-то беда, будем говорить, уходит какая-то неприятность, уходит какие-то дискомфорты, что-то им помогает. Они это сделали как бы свод некоторых таких последовательных акций. Это выражалось сначала у шаманов в какие-то определенные обряды или ритуальчики. Постепенно записывался в одном регионе один, в другом – другой, в третьем – третий. И появился такой некий свод практических правил, как ублажать невидимый, существующий, заметьте, над нами, высший разум. Чтобы он помогал. Чтобы он помогал. Вот это я своими словами сформулировал. Как минимум не мешал, потому что были дожди, были грозы, были лютые зимы, неурожаи. Забудем Карла Марса, забудем Фридриха Энгельса с Владимиром Ильичом Лениным. Да, люди перед чем-то таким, что наука не могла им объяснить. Но, Володенька, у меня продолжение вопроса именно к вам. А каким образом, когда уже наука появилась, и когда уже человек взял у Прометея, значит, выхватил… У Люцифера вы хотели сказать. Ну, Прометеячика. Ну, будем так. Ну, хорошо, у Люциферчика с Прометеячика. Да, да, да. Значит, он взял и вытянул, значит, молнию. И каким-то образом он уже, как называется, приватизировал, делегировал некоторые рычажки этого физического мира. Он уже, дескать, может и на природу повлиять. А почему человек… Берег левый, берег правый. Вы помните стихотворение, как мы укращаем великую реку, да, и поворачиваем ее вспять. А потом пол-России в засухе и голоде. Ну, дело не в этом. Да, да. Ну, в общем, человек уже строит электростанцию, он владеет наукой. И все равно, выезжая в этот трафик очень многих машин или вылетая на великолепной самолетике, он эдак берет и крестное знамя на всякий случайчик во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, молитвам Богородицы и Архангела Божия Михаила сотвори полет моей воздушной ладьи, окутай ее благодатью и приземли благополучно. Ну да. Скажите, а почему же человек продолжает интуитивно все-таки применять религиозные ритуалы? Опять вопрос к вам. Ну, вы понимаете, дело в том, что по обыкновению своему человек, в принципе, это животное, да, он вот подучился так вот делать, понимает, что ему кромушечка открывается, и туда там кусочки чапи падают, да, там в виде там машин, золотых слитков и хорошего настроения, которое его больше не покидает. Чем больше чапи, тем больше настроения его не покидает. Соответственно, чтобы этот корм получить, надо дернуть из рычажочек. А у нас ведь, понимаете, генетические корни предков-то, они же ухо, голосят. Володенька, опять вы мне помогаете, друг мой, абсолютно дружище. Значит, это нечто такое, что изнутри, ну, невозможно ее уничтожить. Скажите, а что, надо взять и уничтожить религию? Да нет, ну, понимаете, дело в том, что... Вот скажите честно. Не, ну, почему, есть же... По идее, да, Господь говорил вообще, что противны ему вот эти всякие такие штуки, но, типа, вера должна быть. Ну, понимаете, тут есть такой момент, как бы... Школьский, школьский, тонкий. Да, да, вот даже вот еврейский пророк Иешува, он говорил так, что выгодит фарисеи, как гробы окрашенные снаружи, а внутри полны нечистоты всякие, да. То есть, как бы, с одной стороны, понимаете, как бы, вроде как и не нужна, да, вроде как, если есть вера и общение с Богом, и ты крещен Духом Святым, и все у тебя хорошо и замечательно, да. И идите, и крестите народы во имя от Своя Сына, если только Духа. А вот, понимаете, ну, есть же люди, ну, на голову-то тугие, то есть, им же костыль нужен, там, иконочку, да, показать, или там крестик, свечечку поставить, опять же, костыль нужен, понимаете. И как же, вот, религия, она предоставляет этот сервис, хорошее слово, да, вот, сервис. Да. Поэтому без костыльков-то никак. Володенька, так это, получается, и такая вечная потребность? Ну, это бизнес. Нет, минуточку, а все-таки это вечная потребность изнутри человека? Ну, конечно, ну, мы это со времен первого неандертальца, которого сотворил Господь, да. Ну, мы уже про это говорили, и было поклонение сначала стихиям, потом животным, потом предметам, и так далее. В конце концов, пришли к единому Богу, высшему разуму, потом получилось политеизм индийский, политеизм египетский, и так далее. Но сегодня мы уже имеем, ну, скажем так, общее представление, высший разум. Ну, вот уже не делим ни на православие, ни на христианство. Ну, все уже знают, что есть некий высший разум. И есть некий, который управляет нами. И есть некий, который написал нам сценарий. Что же будем делать? Ну, проживать по этому сценарию, но... Ну, надо же как-то с ним, с этим высшим разумом договариваться? Или как-то надо с ним быть, ну, ты это, не очень того ефта того? Ну, как будем? Ну, поскольку разум нас сотворил, и мы являемся горшком, то есть мы творение, а он скульптором, все-таки, наверное, надо как-то договариваться, я считаю. Потому что если мы еще немножко построим электростанции, ведь, понимаете, это ведь не первая наша цивилизация, да? То есть ведь находят в развалинах всевозможных раскопок там и всякие машины хитрые, и кости по 10 метров длиной, и какие-то там интересные железячки, когда еще металла не было. То есть не первая же цивилизация. Понимаете, другие же цивилизации, видимо, тоже поиграли в богов, то есть тоже решили с ним поговорить на... Знаете, вот некоторые люди с богом разговаривают на вы, с уважением, некоторые на ты, как к отцу, а некоторые на ты козел. Так вот те, которые разговаривают с ним на ты козел, пытаются говорить. Вот такие цивилизации, мы вот, они уже погребены под слоем. Ну, вы знаете, Володя, я даже боюсь плохо не то что сказать, а плохо даже подумать, не дай же Бог еще такие слова в свой мозг впустить. Вот, хотя бесы бывают иногда новее, вот нечто такое, что хочется что-то нехорошее. Хулу, да, какую-то, да. Да, хулу, кстати, есть такое даже хула на Бога, мысли хульные на Бога. Богохульные мысли. Да, и с этим человек может вполне побороться, и даже очень легко. Просто не надо бояться, это нормальное явление, когда человек, любовь к Творцу начинает ощущать, бесы завидуют, завидуют, что... Искушают. Искушают, они начинают посылать богохульные мысли. А вот помните про вот искушение... Это уже не религия, Вова, мы сейчас уже все, слово религия... А мы о чем говорим? О вере. О ней. О ней. О ней, миленькой. Да, еще какой. Значит, Володенька, вы мне напомнили одно из выражений, которое я вчера прочитал. Человек – это животное, конституция которого религиозна. Да. Это очень интересное выражение. Итак, значит, мне бы хотелось бы перейти к такому моменту, поскольку в нашей генетике, в глубокой-глубокой генетике нашей, присутствует эдакий, скажем, ну, выражаясь красивым таким термином, опять-таки, библейским, страх Божий. Так. А он присутствует. Ну, естественно. Хотим мы того или же не хотим, а страх Божий присутствует. Ну, это у нас, понимаете, генетически с покорениями выработалось, потому как, если не будем приносить жертвы, то молния будет сжигать урожай. Значит, а еще говорится в премудрости нашего известного родственника царя Соломона, он говорит, а страх Божий – начало премудрости. Аминь, конечно. Как интересно, Владимир! А может быть, кто-то скажет, что, читая толстенькую книжечку под названием «Библия, я религиозный козлик», ошибается. Нет, я мудрый человек. Там очень много мудрого в этой книжечке. Однозначно. И не говорим уже о религии. Ну, да. Итак, все-таки о религии очень много негативного. По той причине, что учение из практики народов, значит, объединенное, систематизированное в слово «религиозные поучения, опыты и обряды», люди начали продавать за деньги, спекулировать на этом деле. Кстати, один к трех ста процентам, один из самых выгодных бизнесов. Ведь вы, бизнес, вы заметьте, ведь вы-то свечечку сожгли, а мозг-то остался. А следующую свечечку тебе предлагают купить в том же месте, где предыдущую. Да, но вы знаете, вот на что они попадают? На фитилек. Ну, Володенька, все равно выгодно. Все равно выгодно. Ну, понимаете, все равно же есть расход. На фитилек. И тут, Володенька, значит, для того, чтобы профанация религиозности, профанация религиозности в теократическом направлении была сведена до минимума, чтобы мы не уничтожили это то, что это полезненькое, рациональненькое, от предков, передающиеся в генетике нам. Ну, зачем уничтожать то, что нам может приносить пользу и мне, и вам? И по-перимскому. Ну, вы помните, как один из вольнодумцев сказал, он говорит, я, говорит, с вами согласен, что якобы Бога может быть и нет, но присутствие моего прислуги, будьте так добры, не говорите об этом. Да, да, да. Я хочу, чтобы он все-таки знал, что он есть. Да. Понимаете? Да и народ нужно держать в узде, понимаете? Вот, Володенька, а вот тут солнышко мое, извините, вы как Красное Солнышко, Владимир, из Великой Руси. Ой, только не тот. Но вы мне те ферамбы, понимаете. Ну, команды, вы мне те ферамбы делайте, я вам не могу. Нет, ну, просто дело в том, что это не очень хорошее сравнение, потому что так как он Русь крестил, да ну нафиг. Вот, понимаете, тут тысячу же он утопил в капище, да, когда он сказал, что должна быть одна, у него много было. Раз, а как он Киевскую Русь, кстати, да, если так вообще, крестили же Киевскую Русь. Володенька, ну... А копиями-то кто? Народец загонял в лечечки? Володенька, ну, миссия у него такая была. Ну, ничего себе. Зато покаялся, зато покаялся. И тем не менее, есть откровение, что он в Царстве Божьем. Вы понимаете? Милости в Господь. А Соломончик сколько... Ну, Соломончик, да. А Соломончик дарубил. Дарубил, да. Отправлял... Так высший разум же, ой же добрый. Господь же добрый, он же прощает нас. Ага. Вот он сейчас и нам с вами прощает, если мы чего не так скажем. Нет, ну он в курсе, что мы же радеем в его благо твой, да, на самом деле. И для того, чтобы мы... Пускай это он запомнит. Спасибо тебе, Господи, что ты нам даешь возможность поразмышлять и еще и не сказать ничего плохого. Итак, для того, чтобы не было профанации религии, мы не должны ее ни делать инструментом бизнеса, мы не должны ее ни в коей мере не навязывать. Это должно быть добровольное желание человека по инстинкту узнать свои корни. Смотрите, какие буддисты молодцы, они же не ходят, не проповедуют, да? Конечно, не надо влазить в школу, не надо лезть людям в душу, не надо им навязывать талибановским манерам православие, не надо этого делать. Даже ислам не надо. Пришло время, мне исполнилось 18 лет, и я почувствовал какую-то тревогу. Я что-то увидел, что я делаю не так, я вижу, что меня Бог наказывает, я вижу, что я ошибаюсь, я вижу, что у меня все тело дергается, и я пошел, пошел искать, и я искал, 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 и потом я пришел, да, вот успокоение в том, что ты должен поверить в Господа и договориться с высшим разумом. И, конечно, появилось и посещение церкви, и чтение Евангелия, но это все самое главное внутри. И вот тут, Володенька, мы с вами подходим от религии к вере. И в чем же суть изменения сердца человека? Если религия своей капелькой, капелькой, капелькой этого международного всемирного опыта подтолкнет меня к вере, то уже спасибо ей за это, уже она не севуха, и уже она не опиум для народа. Согласитесь, милейший, какие слова я сейчас вам сказал от Господа, пришли ко мне. Если этот костылик работает хотя бы на 10%, так почему бы ему не быть? А если в его сине кто-то там заработает 5 копеек, ну, ради бога, они же людей не отбирают, люди же сами дают, понимаете? То есть, как бы так, все равно ведь на фитилечек попадают. Опять же, его водички святые не чурпать. Ну, не жалко, ну, скажите, ну, вот вы зайдете в цель. Не, ну, конечно, не жалко на свечи. Ну, что вы не купите свечечку? Не, ну, конечно, не надо. Ну, что вы не дадите гражданину пару копеечек. Ну, конечно, юродивому, да, пару копеечек. Ну, каман. Ну, конечно. Ну, ведь высший разум он видит, что мы что-то... А куда мы только деньги не тратим? Ну, конечно. И на бутылочку венцас, и совсем не дешевого, и на колбаску. Ага. А там что-то... Который еще вреднее, чем венцос. Между прочим. Поэтому, да, говоря между нами, как бы... Да, я вам хочу сказать, что религия... То есть не так страшен черт, как его малютка, понимаете? Хорошо, Фоменко однажды сказал. Вообще, молодец, молодец. Я люблю Фоменочку. Итак, вопрос заключается в чем. Переходим к вере. Опять-таки. Опять к вере? Опять к вере. Ну, куда ты от этой хорошей женщины денешься, а? Да. Да. Вопрос такой. Ежели изменение сердца человека, состояние души, а потом это, как мы заметили, влияет на окружающую тебя среду, со временем мы можем что? Мы можем использовать религию как очень полезное для всего человеческого общества. Теперь вопрос. У святых отцов в православии есть понятие умное делание, внутреннее делание. Тут связано с Иисусовой молитвой и прочее другое. Еще преподобный Сергий Радонежский, уединяясь где-то там в лесах, где сейчас Загорс находится, он занимался умным деланием. Потом воскресил это умное делание преподобный Серафим Саровский в 18-19 век. Сейчас я хочу поговорить об одной очень интересной персоне в православной агеографии, в православном, ну скажем, списке православных святых. Он уже канонизированный святой. Великий афонский старец Силуан и о его феномене. И вот тут-то как раз религия и вера и как бы плавный переход, положительный экспириенс перехода от религиозности к глубокой вере. Так. С общением к Святому Духу. Несколько, ну скажем, фрагментов из его биографии. Очень коротко. Итак. Очень коротко. Святой старец Силуан родился в одном из глухих мест в России. Потом он был признан в армию. Там он служил, мечтал уйти в монастырь. До армии он встречался с какой-то девушкой. Там у него было что-то с ней очень близкое, так сказать, но это по православным таким правилам было, как блуд. Вот. Он ее вспоминал. Когда он ушел в армию, он молился, она вышла замуж. После армии он уезжает на Афон, становится, три дня находится в уединении, становится монахом. И вот тут феномен старца Силуана. Старец Силуан канонизирован не за какие-то там чудеса, не за какие-то там великие. Он по водам не ходил, он деревья не пересаживал, горы не передвигал, чудес никаких особых не творил. Остались какие-то две-три тетрадки с записями. Один из его учеников в Сафронии, который тоже потом стал старцем, эти корявые записи с русским шрифтом, с грамматическими там, наверное, и ошибочками, и знаки припинания, он его опубликовал. И вот за эту рукопись и за все, что потом вспомнили о нем, его канонизировали. А рукопись заключается в том, что он все время повторяет одни и те же слова. «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу его». Не понял. То есть это три тетрадки одного и того же? Это три тетрадки одного и того же человека, ну пару тетрадок, а может быть там одна тетрадка была. Просто его канонизировали за его размышления, за его записи, за его мысли. Это уникально в православии. Иными словами, у него, то есть, ну это же не три тетрадки одного и того же, да? Это его, его записи, которые он 50 лет монашеского опыта писал. Да, но там, я понял. Но там постоянно одна фраза повторяется, в смысле, ну, постоянно, вы имеете в виду, не подряд. Не подряд, конечно, нет. Ну, Володя, это книга «Старец Силуан», его размышления, очень рекомендую прочитать. Уже на Ютубе сделали этот самый, значит, аудио и видеозаписи. Уже русские сделали, в России сделали фильмы про него коротенькие. Все это можно найти. «Старец Силуан» – Афонский. Но «Квинтэссенция» – три-четыре мысли. А одна из них – «Скучай, душа моя, о Господи, и слезно ищу его». А вторая квинтэссенция – это постоянное напоминание о благодати Святаго Духа. Аминь. И третье, третье – это то, что он сказал такую мысль, о которой, вероятно, он сам и не ожидал ее произнести, но сейчас это будет вытекать из его учения, и я сейчас хочу немножечко его процитировать, с вашего позволения. Вот он в одном месте… Слушаем вас внимательно. Да, я не взял с собой книгу, но я, поскольку прочитал ее, наверное, раз в двадцать ее книги… Ну, я думаю, вы можете своими словами. Да, я могу словами сказать, он говорит так, он говорит, что «И вот мы совершаем службы в храмах, а книги написанные, богослужебные, их очень много, и молимся по книгам». Ну, вы же знаете, что в православной церкви вот такие толстые книги, одна называется «Минея», одна называется «Актоих», одна называется «Часослов». Псалтырь еще есть. Псалтырь, и все они вместе, а потом есть «Триоди», а потом есть там такое соединение одной из одной книги с «Актоиха», цветная там, в общем, там масса книг. А вы знаете, какие богослужения там на Афоне, где он 50 лет провел? По 12, по 10 часов в день. То есть, они молятся так, что у них аж голова кружится, и они там вот так подпирают себя такими подпорками, потому что они уже стоять сидеть не могут. То есть, это, ну, Афон, вы же знаете, что такое Афон. Да, это, скажем, республика, православная такая республика, греческая, подчиняется патриарху Константинопольску и так далее. И вот он пишет такие слова, говорит, мы молимся в храмах, и написано много-много богослужебных молитв в книгах. И вот тут-то старец глаголит то, что он вообще, вообще сказал, это феноменально для православного человека. Он говорит, ну и храм-то не всегда при себе имеешь, и книгу не всегда с собой возьмешь, а душа твоя всегда при тебе, и молитвочка к Богу живая всегда при тебе. И, вероятно, самый лучший храм, внимание, Владимир, самый лучший храм – это твоя душа, произносит великий Афонкий старец Силуан. И тут же точка с запятой, и он говорит, ну, это не для всех. А потом еще раз точка. А вот тут очки у меня вопрос. Старец сказал, и сам испугался, что он сказал. Ну, представьте себе, когда православная церковь отдает такое огромное значение храму. Вообще, вы любите храмы православные? Конечно. А я обожаю. Конечно, люблю, конечно, люблю. Я захожу в храм и растворяюсь в нем. А вот, а вы скажите, Владимир. Ну, смотрите, какой здесь скользкий путь есть. Если мы предположим, а скорее всего так и есть, что ежели в нас живет Дух Святой, то ему есть храм Господень, кой олицетворяет собой чистоту и праведность, ибо по-другому Дух Святой не может восседать на троне сердца нашего. Так вот, в таком случае в Библии написано «Несите десятину в храм свой». Ну, имеется в виду... А фетилек? Володенька, вот в этот храм, в этот храм не десятину, а все, надо сто процентов заносить. Главный храм, сами правили. Ну, конечно. Это же... Как многие делают. Старец испугался сам своих слов, но старец не мог не сказать, ибо Дух Святый ему диктовал эти все его писания. Ну, и опять-таки, пусть меня правильно поймут и православные, и неправославные. Храм не для того, чтобы туда не ходить. Ну, да. И храм именно для того и построен, ибо это место особого присутствия Божия. Но храм, это как бы только разминка, разогревчик. Ведь ты же не спишь... Костылек. Ты же в храме не спишь, значит, 24 часа. Ну, да, пришел. Ты в храме на литургии или на вечерней? Ну, 2 часа. Ну, 3 часа. Ну, на Афоне 10 часов. Но ты же выходишь из храма. Ты же не находишься там, как в ракете, вот улетел и сидишь. Нет. Значит, лучший храм. И что? Повторяются слова Господа Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Что же он сказал Самарянке? Он говорит, не здесь и не в Иерусалиме будут истинные поклонники. Да. А не в Новом Иерусалиме. Нет, а в Духе и в Истине. Вы правдите, я думал, вы про город Новый Иерусалим сейчас начнете говорить. Окей. Нет. Ну, так есть и Новый Афон, есть и Новый Иерусалим, есть. А вообще, вы знаете, что Киев называют вторым Иерусалимом? Это еще идет с 10 века. Вопрос вдруг, Володенька, когда Киев-Печерская лавра расцвела, его начали называть, там была вообще благодать неземная. Неземная. Один из людей говорил, я бы тростинкой был бы на территории Киев-Печерской лавры. Какой-то епископ там Переясловский. Говорит, или сором. Я бы сором был бы на территории Киев-Печерской лавры. Такова была сугубая благодать, данная народом Киевской Руси. А теперь, Володенька, возвращаемся. Опять старцу Силуану. И вот однажды на Афоне появляется некий отец-стратонник. Отец-стратонник, известный подвижник. Он ходил с одного монастыря в другой. Аскет, бодренький, передвигающийся, не по возрасту, хорошая физическая подготовка, долго стоящий на молитве, постящийся часами, днями, в воздержании живущий, авторитет на Кавказе, на Афоне, в Грузии, везде, где появлялся отец-стратонник, все восхищались орлиным духом этого подвижника. И вот однажды произошло нечто, что бы мне хотелось сказать. Так. Приходит отец-стратонник, увидел старца Силуана. А старец Силуан жил, то поболеет, то поздоровеет, то работает экономом. Его эконом – это такой начальник строительства. Он был как прораб, но он руководил людьми. То он там где-то в какой-то лавочке послушаница нес. Но что-то странное, ощущение произошло в душе великого подвижника отца-стратонника, и он приходит к отцу-старцу Силуану. Так. И замирает. Замирает в странном чувстве. Какая-то неизвестная благодать доселе ему ворвалась в душу. А вот бывает такое, Володя, встречайся с человеком. Вот встречайся с человеком, и ты ощущаешь нечто такое, какое-то интересное, новое, но ты не можешь объяснить. Какой-то дух тебе доселе неведомый, причем не противный, а приятный. Не противный. Не противный. Вот, Володя, вот скажите, вы меня когда первый раз увидели, какое у вас было ощущение? Я извиняюсь, что я про себя говорю, но мне просто интересно. Вот скажите. Ну, какое первое ощущение? Только честно, please, без всяких дифферампов. Ну, команд. Первый раз вот особо ничего такого-то я и не почувствовал. Но вот потом, когда мы с вами встретились уже не в первый раз, а там уже в третий, в пятый, я уже понял, что человек преисполнен Духом Святым, многими знаниями, и Бог с ним. А вы помните, когда мы первый раз вообще увиделись, вы сказали, я рад видеть вас, мне кажется, что вы пастырь, что-то вы такое произнесли. Вы не помните? У нас такая беседа была. К сожалению, тот старый беседер уже канул в лето, и я не очень помню, но я знаю точно, что в один день, в конкретно какой-то день, то есть Дух Божий сказал мне, что вы есть с ним. Ну, как бы. То есть каждый человек, когда он встречает другого человека, он ощущает какой-то некий ему интересный, может быть, неведомый, а может быть, близкий, но неважно. Стратонник почувствовал что-то от Силуана, и он ему вдруг говорит, скажите, отец Силуан, а нельзя ли с вами как-то увидеться, чай попить, просто поговорить один на один? И вот тут, Володя, произошла судьбоносная встреча. Кстати, нам, может быть, надо сделать перерывчик. Ну, я думаю, нам надо уже закругляться, у вас буквально минутка, и мы уже покидаем эфир, к сожалению. А очень жаль. Ну, завтра мы продолжим, надеюсь. Тут будет очень сильное продолжение. Но, я думаю... Хорошо, мы остановимся на вот этой интриге, встреча старца с Силуаном Фротоником. Да, и завтра мы продолжим эту интригу, и, собственно говоря, порадуем нашего уважаемого радиослушателя, который так вот бодренько просидел с нами почти час. Так, уважаемые друзья, хочу еще раз напомнить вам, что на волнах радиостанции Сангейт, передача Терра Инкогнито, я ее ведущий Владимир Гершанов, и наш замечательный гость, который приходит к нам каждый понедельник и вторник, это преподобный отец Михаил, который рассказывает нам интересные вещи, назидает нас в вере и открывает нам тайны неба. Итак, еще раз огромное вам спасибо, отец Михаил, большое спасибо, уважаемые друзья, за то, что были с нами. Вы всегда можете нас послушать на сангейтсрадио.ком или посмотреть нас в интернете, на ютьюбе. В общем, мы есть в сети, мы есть в эфире, слушайте нас, любите нас, мы любим вас, мы всегда с вами. И благословение Господне, это будет со всеми нами. Аминь. Гуден пауэр!